Тяжела и неказиста жизнь российского миллиардера при воинственном Путине. Не, конечно, мне плевать абсолютно на них слюной и на их переживания. Хотя, с другой стороны, вот чем хуже живется людям, которые могут себе позволить вот взять и просто тупо купить пару мотострелковых бригад. Ну, в смысле купить это, собрать, оплатить им зарплату, одеть их, обуть, обучить и, посадив на грузовики купленные, даже, может быть, бронированные, перебросить их из точки А в точку Б. Вот чем у таких людей грустнее настроение, тем больше шансов, что они, в конце концов, могут таки это сделать с бригадами, да. А жизнь их будет становиться все хуже и сложнее. Это факт. Передел собственности уже начался. Дальше будет ужесточение налогового времени. Оно уже озвучено и немалое ужесточение. И большинство бизнесменов, которые не входят в ближний круг тех, кто Путину трет спинку или подает шайбу, вот они будут нести это время. Просто потому, что деньги нужны на войну. И вот если сейчас подавляющее большинство граждан России начнет злорадно потирать руки, мол, эээ, так их крохоборов и кровопийц, присосавшихся к трудовому народу, пожаровали и хватит. Давай, Владимир Владимирович, дорогой, задолбали эти в Мерседесах и в Майбахах. Я скажу, ребята, не, не, это в первую очередь касается вас. Да-да-да-да, вас, радующихся повышенным зарплатам. Вы просто калькулятор откройте на телефоне и посчитайте. А вот эта новая зарплата за год, она получается больше миллиона рублей. Если да, то поздравляю, вы, как там, крохобор, кровопийца и так далее. Путину нужны ваши деньги. Я бы сейчас поостерегся. То есть, если исходить из тех цифр, которые называются там, что более высокая ставка будет начинаться не с пяти миллионов рублей в год, как раньше, а с миллиона, это будет означать, что практически весь средний класс и даже чуть ниже будет платить больше. С миллиона? Если с миллиона в год, то это получается, что вот те... 83 с небольшим тысячи рублей в месяц. Так это получается в два раза... Это получается, что все солдаты, которые сейчас получают по 200 тысяч в месяц, они, по идее, попадают под... Да, и у них будет... Да. Воу! Более того, я вам скажу, что, ну вот, отчитываясь в Думе, Мишустин, премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что средняя зарплата в России 73 тысячи рублей. Ну, это близко к 83. Но если мы посмотрим, например, данные роста за декабрь, там средняя зарплата уже была больше... Ну, 86, по-моему, если я не ошибаюсь. Декабрь 23-го года. То есть, это вот-вот, да? Это вот средняя зарплата по России. Какая прелесть. Нет, ну, вот это действительно восхитительно. То есть, Владимир Владимирович, дорогой, мало того, что отправляет вас дохнуть в поля, на самом деле, ненужной вам Украины, где злобные укры хотят вас убить, причем самыми изощренными образами, и все укры, пока вы в плен не сдадитесь, да, тогда все норм будет. Так вот, теперь вы сами еще и... Ну, пока не сдохнете в посадке под Часов Яром. Будете больше налогов на эту чудесную возможность тратить. Потому что с точки зрения Путина, Мишустина, ты юзерней. Ты не чмоб бестелесный. И не Кузьмич бесправный. Ты миллионер. И слишком много зарабатываешь. Браво! Я воистину беру свои слова назад. Влад, Россия, ух, какая велика держава. Шутка ли? Миллионеры на заводах танкам гайки крутят. Поднял Путин страну с колен. Че уж там. Правда, в начале и середине 90-х все мы уже были миллионерами, да, как-то не очень было. Но, что интересно, тогда с нас всех государство дополнительную стружку не снимало. А сейчас будет. И солдат на фронте тоже будет. Если у вас знакомый или родственник в оккупантах числится, вы спросите у него, насколько он будет счастлив со своих выплат побольше налогов платить. Как там было в рекламе допотопной? Заплати налоги и спи спокойно. Помните, да? Ну вот, спи спокойно под сгоревшим БМП на дороге между посадками с разорванным брюхом. Спи спокойно, товарищ. Главное, повышенный налог. Не забудь перед смертью заплатить. И, кстати, жена твоя с гробовых тоже налог должна заплатить. Да, и тоже повышенный. И если снова проиграет голытьба, то не система виновата, а судьба. Правильно? Главное правило в России с 1600 какого-то затертого года. То есть всегда. И что сделают люди с оружием в руках? Дайте я угадаю. Попросят своих жен, чтобы они в тылу в кастрюле постучали. Да? Повернуть оружие против тех, кто их за скотов держит, на ноль множит и за людей не считает? Да не, ну фигня какая. Ну хотя ладно, да. Вот все-таки какое-то брожение там на фронте происходит. Даже военкоры признают, не все так в чешуе, как жар горя, 33 богатыря, как рассказывает позывной Шептун в своем вечере. Роптать начинают. Таки да, и во многом, потому что не понимают, а что они на фронте в Украине делают. Ни Путин, ни его, так сказать, там какие-то влиятельные, значит, ближайшие, так сказать, друзья, типа Патрушева или Медведева, никто не смог сказать этим людям, вот о которых мы сейчас говорим, а почему они сидят дальше в окопах, так сказать, как бы. И это первый момент. Второй момент, что, конечно, конечно, мы хорошо видим, что взятие Авдеевки, оно никак не повлияло на состояние умов в Российской Федерации. Ничего не произошло решительно. Никто здесь не увидел в этом какого-то даже реально тактического военного успеха. Это мгновенно исчезло просто. И оно исчезло и для всех них самих, для тех, кто ведет войну. Таким образом, следующий провал небольшой, конечно, вызовет усиление как бы пессимизма, усиление пессимизма в армейской среде и усиление представления о том, что никто не знает, ну, я сейчас говорю о военных, в первую очередь, из военного руководства. Никто из военного руководства не знает, куда мы ведем войну и зачем мы ее ведем и, так сказать, какова действительно перспектива этой войны. Потому что военное руководство, точно так же, как и мы сейчас вот с вами, оно ведь тоже постоянно обсуждает все эти факторы. То есть, будет ли мобилизация, это политическое решение Кремля, или нет? Значит, будет ли контрнаступление и где и как? То есть, каждый полковник, каждый майор, как бы, задает себе этот вопрос. И никто из них не видит сколько-нибудь аргументированного ответа и сколько-нибудь убедительной концепции. А концепции ее ж не может быть. Все концепции, которые сформулированы, это натянутая на глобус сова, которая с этого глобуса слетает, как шарик с дыркой, так вшшшшш, от прилетов украинских кассет и в пиведрон. А единственная правдивая концепция, это та, что Акела промахнулся со своей маленькой победоносной Украиной за три дня. И теперь его шкурку пытаются спасти своими жизнями простые россияне. Да, вот его сморщенную, плешивую кремлевскую шкурку, которая сидит где-то там и ждет, что вот придет Трампушка и с ним можно будет договориться где-то посередине. Поэтому вот до ноября будут кидать деревянных солдатов в топку, да, перед этим обилетив на повышенные налоги. Это единственный план, другого плана нет. Но учитывая темпы потерь, надо же набирать новых деревянных солдатиков. Но и тут же не все гладко. Украинская армия, даже находясь в состоянии перманентного дефицита боеприпасов, уничтожает технику, бронированную, не бронированную, типа гольфкаров, шайму, вот этих вот, рекордными темпами. И обескровленные в жестких, жестоких даже штурмах части надо кем-то пополнять. Так что здесь проблема следующая. Многие считают, и правильно, что эти 300 тысяч, которые сейчас Шойгу запросил и Путин поддерживает, это не признак подготовки наступления. Это просто ротация, которая необходима для поддержания войск в боеспособном состоянии. Так что я бы сказал так, что... И самый главный момент сейчас, он заключен в следующем. Никто не может ясно ответить на вопрос из военных экспертов, и мы не видим этого ни в американских, как бы, в публикациях, не в европейских. А предложил ли кто-то Путину из военачальников убедительный план наступления? Путин ждет, что военачальники, кто-то из них принесет ему убедительный план. То есть не план, который приведет к катастрофе сразу, а хотя бы, глядя на который, можно сказать, что ну мы что-то здесь получим, а не просто произойдет вот так, как произошло только что, когда украинская бригада сожгла 20 единиц российской техники, и на этом попытка прорыва закончилась. Плана нет. А мобилизация вытекает из того или иного плана, потому что понятно, что можно представить себе какой-то план относительно тактически успешного наступления, который кто-то принесет и скажет, вот мы здесь прорвем как бы два километра, условно говоря, всего нашего. и дальше получим плацдарм как бы на 50 квадратных километров, вот это будет большой успех, и это будет наступление. Это один сценарий, а второй сценарий, это действительно то наступление, о котором говорит сейчас мировая дипломатия, предупреждая о его недопустимости, то есть именно об этом, то есть все в один голос, так сказать, предупреждают Путина не переводить дальше конфликт как бы в масштабную мобилизацию и в попытку фронтального наступления. Вот вся история. Ну, история вполне в духе Запада, в духе такого контролируемого конфликта. В Белом доме преддемократах такое вот очень любят. И что дальше делать маленькому плюгавенькому кремлевскому неудачнику без всеобщей мобилизации? Выполнять-то надо. Вот с той, с той оккупантской стороны приходят весточки, что уже целыми подразделениями расисты отказываются идти на штурмы. Где-то там то ли в Поволжье, то ли в Приморье даже отказывались выезжать целым подразделением в зону СВО. И прям вот словами нехорошими ругаются и затворы передергивают на фронте в сторону офицеров. Но Путин не был бы любимым президентом россиян, если бы не нашел выход за счет тех же россиян. Очень удобно, удивительное совпадение. Вот никогда такого не было, а вот тут вот случилось. Как раз призыв на срочную службу. 150 тысяч или там сколько, не ахти, но для старта нормально зайдет. И вот только не надо мне сейчас рассказывать, что не-не-не, их никто на фронт не пошлет. Вот.